манга фумика фумия когда зацветет эджвортия джортия такое растение вот манга русского названия какого ближе нету нет она так и называется эджвортия манга выглядит вот так вот это однотомник красивая прям супер обложка я сейчас вам хочу показать что там помимо того что супер обложка крутая еще и обложечка с серебряной печатью там вот эти вот цветочки от эджвортия они ну-ка будет она публиковать как-то вот ну вот немножечко грудь и немножечко вот видно что она блестит вот это манга 2011 года так шикарно наши сделали в россии она вышла в 2018 выпущена екатеринбургским издательством фабрика комиксов по жанру им такая романтическая драма взросления о старшеклассниках однотомник 256 страниц и возрастной цен здесь 16 плюс то есть как в общем про любовь как нормально да да интересно что японское название сакикуса но саку коро это примерно вот и есть когда зацветет эджвортия а например киев это манга и японии и россии это германия вот и француза германия называется 2 блюд сейтон извините за произношение я наверняка все исковеркал но это как бы три сезона цветения получается вот то есть они как-то более образно перевели это название вот сезонов жворте никого нет куда сезонов на самом деле там пять вот видите пять глав это один год разделен на четыре сезона и весна следующего года вот тут еще интересно попробовать сфотографировать как вот сделано прям супер обложечка все красиво вот это история о вот таких вот трех ребятах две девочки и мальчик которые учатся в выпускном классе в наре на это родной город мангайки и одна из как мы знаем из предыдущих мультуров одна из древних столиц японии до первая героиня сумика она растет без отца и у нее был мангакой и она так получилось что она вот прямо в детстве когда была маленькая она стала свидетелем свидетельницы его самоубийство то есть она первая кто его нашла он повесился вот и прям на похоронах она знакомится с двумя родственниками и и это двоюродные и и сестра и брат такие акио и тинацу они близнецы мальчика девочка вот и они ее всячески начинают защищать она немножко пытается идти по стопам отца до рисует ну не мангу еще там показать кому-то рисунки и и кто-то там в школе задирает и акио тинацу ее как раз защищает вот они проводят вместе практически там все детство проходит какое-то время и они такие вот были маленькие а потом выросли и вот последний выпускной класс акио теперь главный школьный красавчик к нему все девочки прямо липнут и проходы не дают вот он этим активно пользуются вот а сумика она живет напротив его дома там чем на каком-то большом расстоянии и она такая но интроверт к к наивной девочки она немного воеристка то есть она не из бинокль и там подарил кто-то бинокль и она подглядывает за акио через окно вот буквально каждый день смотрит как там что он делает вот а он вот она ведь она прямо с детства за ним смотрела там как он там выходит на первую сигаретку покурить там вот окно там еще что-то вот ну и в том числе наблюдает вот такие взрослые сцены потому что там парень идет разнос там у девочек он популярен ну и соответственно жестоко да да то есть там и секс и все прочее вот и при этом а третья девочка чинацию она такая хочет поступать в университет она прям такая ну такая холодная красавица вот когда в классе сидит отдельно и она прям все ее боятся трогать потому что видно что она там и спуску не даст и и сама себе на уме вот и все трое они ну понимают что вот так как в детстве уже не будет видимо это последних школьный год последняя школьная весна это тот как раз водораздел после которого их жизни круто изменится вот и все трое пытается как-то вернуть вот эту безмятежность детства цепляются друг за друга и понимаешь что так как раньше уже не будет то есть акил предлагает сумики встречаться тут как бы тонкий момент да то что они двоюродные брат и сестра поскольку я знаю в японии не запрещены даже браки между кузенами россии по моему тоже жесткого запрета нет по моему белоруссии есть вот но так или иначе они действительно начинают встречаться она соглашается вот но скоро очень понимает что и ну и в общем давно это знала что он любит другого человека вот и что он скорее как-то из скуки и жалости по дружбе предложил я это вот такая неразделенная любовь совершенно получается что да вот и я тут обхожу момент что она рисует потому что это важно для ну не в поле спойлер да вот а так как то вот они вроде как и встречаются и и вроде это тоже не 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 дает им вернуть вот это вот детскую дружбу вот а потом начинаться вытягивает сумику в горы погулять на гору у небе это одна из трех гор ямато как раз в префектуре нара такая культурная достопримечательность но страны и префектуры в целом и страны и ну там и река ямато по-моему да и там вот эта легенда о трех горах она так очень тонко переплетается с этими тремя героями и вот в этих горах выясняется в кого влюблено атинацию и об этой любви с учетом тех законов которые приняты у нас в стране уже и которые собираются принимать мы напрямую об этом говорить не будем тем более что мангаки это все равно получится сделать куда естественнее чем у нас вот но и сумика беспокоится за акио с которым они таки расстаются вот и акио не знает как быть дальше то есть поступать он никуда не хочет естественно у всех вот это вот там поступление как-то висит над всеми утенацию там сердце разбито сумика из себя винит за эгоизм как она считает не позволивший исправить отношения с друзьями вот но и приближается выпускной кажется что жизнь вокруг них теряет смысл полна разочарование и в детство уже никак не вернуться так ли это зададим вопрос и не прибегая спойлером ответим что мангака предлагает свой ответ на этот вопрос и тут конечно что я хочу сказать у умика фуми вот такой обманчиво простой вот как вы здесь видите рисунок как бы даже чуть-чуть дилетантский я думаю чем не напоминает извини перебью фудзико фудзио фуми ко фуми да фуми ко фуми вот но у нее прям минимум спич баблов и она очень здорово плетет визуальное повествование то есть вот эти вот густые тени там сейчас я прям покажу вам несколько кадров то как она работает с темнотой и с воздухом с белым цветом наоборот на страницах это прям очень круто то есть там вот сцена где они очень просто какой-то зимой там ходили и валялись просто на земле и вспоминали детство и там земля абсолютно черная там снег вот это вот очень она здорово работает мангака с негативным и позитивным пространством да а вот так это скажу как сказать не хладнокровно не экономично она она прям увязываю раскадровку и цвет в и темноту и свет и и белый фон в повествование вот помню слово лаконично она она лаконично работает с текстом и очень хорошо работает с картинкой тоже да да там еще вот есть человек-свин это персонаж которого рисовал ее отец вместе с ней они его придумали там есть прям вот буквально прям черные страницы есть страницы где только спич бабу есть вот и все три персонажа других здесь в общем то нет манга посвящена вот этим троим подросткам они выписаны очень точно и и в целом наверно это интересное такое исследование подростковой влюбленности подростковой сексуальности подросткового ангста до повести о первой любви как обычно не обязательно 1 не то чтобы 1 новую повести любви точно и о том какая она бывает неожиданная и о том что не все умеют разделять дружбу любовь и детскую привязанность любовь вот и очень приятно и конечно все трое детев не совсем дети уже подростки но там еще летами и джворте связано творение которое тинат там читает декламирует она немножко странно конечно переведено на русский язык то есть звучит как эджворти и цвета подобно счастлив будешь встреча не быть запоздалой не спеши любить слышишь это старое японское стихотворение которое они там проходят в школе и сумика его благополучно прохлопала ну то есть суть в том что надо себя беречь и по весне цвести подобно жворти и когда-нибудь все обязательно встретятся и не надо грустить даже если сейчас пути расходятся вот наверное такой смысл вообще в этой манге и она конечно очень несмотря на то что это местами конечно прям драма драма она оставляет очень такое приятное после вкусе если извините что мы сравниваем литературные произведения с едой но точнее не скажешь очень легкая очень нежная история о трех заблудившихся и все-таки нащупавших дорогу к свету и к будущему подростках